Музыка Всем привет дорогие друзья В этом коротком видео я хочу рассказать о таком препарате проверенном временем как железный купорос В магазинах много всяких препаратов химических которые нам предлагает реклама которую нам предлагают продавцы но мы иногда забываем именно о железном купоросе как препарате проверенном временем, безвредном и доступном по цене в чем же преимущество применения именно железного купороса а преимущество его в том что у него очень широкий спектр действия мы можем бороться с его помощью со многими болезнями со многими грибковыми заболеваниями лишайники, мхи даже можно им обеззараживать почву вокруг растений вокруг деревьев можно белить наши деревья осенняя побелка очень эффективный способ и так, какие же концентрации и какие способы применения железного купороса существуют не стоит забывать, что в железном купоросе содержится до 50% микроэлементов железа которые очень помогают в борьбе с хлорозами что такое хлороз? хлороз это недостаток железа в растении из-за этого листья становятся желтыми бледнеют и опрыскивая с помощью железного купороса мы можем побороть эту нехорошую болезнь на наших растениях но обработку именно по листьям следует проводить с особой тщательностью в основном хочу сказать что производится обработка ранней весной и поздней осенью после листопада или весной перед тем как распустились почки почему? потому что сильные концентрации которые мы применяем при лечении от лишайников грибковых и других заболеваний вызывают ожоги на молодых побегах на листьях а чтобы по листу работать надо делать концентрацию очень маленькую приблизительно где-то ну если читать инструкцию по применению то на 10 литров воды мы ложим всего 10 грамм железного купороса и при более высоких концентрациях просто уже наступают на листьях ожоги а этого допускать ни в коем случае нельзя для применения когда на растениях листьев нет можно применять более сильные дозы кора деревьев все-таки более устойчива к ожогам она более закаленная поэтому уже дозы совсем другие ну если допустим боремся с мхами лишайниками то приблизительно ложим где-то 330 грамм на 10 литров воды это сильная концентрация 3-3 процента получается но ничего страшного потому что я уже сказал что кора она устойчивая все равно главное не повредить молодые листья для этого мы резко уменьшаем концентрацию концентрацию именно этого препарата в воде в нашем рабочем растворе вот также можно железный купорос вносить в почву под перекопку приблизительно 1 килограмм под перекопку где-то 100 килограммов почвы ну это несколько квадратных метров и за зиму это осенью мы вносим за зиму железный купорос перерабатывается естественным путем выделяется получается доступная для усвоения форма ну не хилатная может быть но все равно более доступная чем сейчас он находится в этом порошке и весной в течение сезона летом растения берут железо уже из почвы то есть обрабатывать его от хлороза уже не придется если мы внесем под перекопку и это очень интересный способ очень эффективный как насытить наши растения именно железом также применяется для защиты деревянных стен конструкции от грибковой гнили ну здесь уже сильная концентрация должна быть 500 грамм ложим на 5 литров воды я сейчас буду обрабатывать деревья по уже у нас ноябрь месяц листопад прошел деревья стоят голые кустарники тоже и я буду ложить 150 грамм на 5 литров воды то есть это получится 3 процентная концентрация которая не повредит абсолютно нашим деревьям для этого мы разводим препарат чистой водички зальем в опрыскиватель и покажу как обрабатывать будем обрабатывать яблоню и обрезанный виноград разведенный раствор железного купороса имеет такой слегка ржавый оттенок но это нормальное состояние еще раз хочу сказать что он для человека нетоксичен ну конечно надо все равно соблюдать меры предосторожности аккуратненько все делать по возможности чтобы не попадал на кожу в глаза в дыхательные пути общепринятые правила соблюдения предосторожности при производстве опрыскивательных работ ничего здесь сложного я думаю нет каждый их знает опрыскиватель заправлен и сейчас мы проведем обработку некоторых деревьев и винограда виноград я обрабатываю уже когда он обрезан использую электрический опрыскиватель и вот таким вот образом тщательно со всех сторон обрабатываем чтобы потому что железный купорос он по сути своей фунгицид контактного действия то есть он работает только на поверхности и вот куда он достанет там он и будет лечить и защищать наши растения он не впитывается в клеточный сок он не попадает внутрь растения не разносится по ствольным клеткам то есть он воздействует только на поверхности в отличие от системных препаратов и вот таким вот тщательным тщательным образом землю вокруг виноградика тоже можно обрабатывать потому что все равно какие-то грибки какие-то у нас остаются вредные организмы и вот таким вот образом обрабатываем весь виноград лучше все эти работы сделать с осени как говорится чтобы весной у нас летом было меньше всяких вредителей потому что все равно будет труднее бороться с ними когда они уже разовьются а сейчас мы делаем такую классную профилактику которая выручит нас здорово а растения наши весной и летом скажут нам большое-большое спасибо так также можно обрабатывать железным купоросом видите вот раны такие на деревьях кора немножко попортилась это все тоже не просто так происходит какие-то там уже собираются зимовать вредители вредители грибки болезни но мы их немножко погоняем и я думаю все будет хорошо виноград следует конечно обрабатывать до укрытия понятное дело ну и уже в обрезанном виде потому что лоза которую я обрезал она у меня уже на компостной яме будет перегнивать для получения последующего органического удобрения который я затем внесу в почву кустарники все-все-все что видим необходимо обработать перед зимовкой железным купоросом вреда никакого кроме пользы ничего другого не будет также также можно обработать срезанные розы очень полезно это и вокруг тщательно для роз железный купорос тоже принесет очень большую пользу вот здесь мох если мы его обработаем железным купоросом мох всякие лишайники очень отрицательно относятся к воздействию стоит обработать если на тротуарной плитке где-то у кого-то именно появляются такие образования грибковые это относится к грибковым заболеваниям поэтому отлично железный купорос справляется и с этой бедой которая приходит на наши участки в конце лишь вкратце еще хочу остановиться на плюсах и минусах применения железного купороса ну из плюсов можно сюда отнести это широкий спектр применения в борьбе с разными болезнями вредителями мхами лишайниками это доступность по цене это контактное воздействие на растение то есть оно не нарушает внутреннее устройство растения и также то что железный купорос не токсичен для человека и теплокровных это из плюсов его применения способ проверенный надежный как я уже сказал ну а из минусов это то что существуют некоторые временные ограничения по применению а именно это в основном обработки происходит когда уже отсутствуют листья на наших деревьях и кустарниках вот и то что железный купорос поскольку он контактного воздействия то есть он легко смывается дождями и в сырую погоду конечно лучше дождаться сухой погоды обрабатывать сухую погоду для того чтобы он полностью провел свое оздоровительное и лечебное действие примерно с момента опрыскивания проходит около суток поэтому надо выбирать время обработки таким образом чтобы смог воздействовать на наше растение со всей эффективностью и отдачей вот собственно и все что хотел рассказать именно о применении железного купороса о его плюсах минусах достоинствах и недостатках так что если кто-то никогда не применял попробуйте применить я думаю вам этот способ понравится потому что способ проверенный временем способ хоть и старый но надежный и работающий всего вам доброго до свидания кому понравилось видео ставьте лайки кто не подписался на канал подписывайтесь всем пока 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 не забывайте